Власти Литвы на фоне войны в Украине готовят национальный план массовой эвакуации. Как заявила министр внутренних дел страны Агна Беллотайте, соответствующий проект будет представлен уже в октябре. «У каждого самоуправления есть свой план эвакуации, но очевидно, что мы должны иметь план национального масштаба и быть готовыми к его реализации. Война против Украины продолжается. Страны нашего региона подвергаются гибридным дезинформационным атакам, а диверсии — это наша новая реальность», — добавила глава литовского МВД. По словам Беллотайте, работа над укреплением безопасности будет вестись не только на национальном уровне, но и совместно с другими странами Балтии. Также планируется запросить на эти цели финансирование у Евросоюза. В июле Сейн Литвы утвердил предложенную МВД программу укрепления и развития гражданской обороны, которая включает создание новых убежищ и систем оповещения, а также разработку специального мобильного приложения. На эти цели планируется потратить 285 миллионов евро. «Нам необходимо перейти от гражданской защиты и гражданской обороны. Времена изменились, и мы должны адаптировать гражданскую защиту гибридным и военным угрозам», — сказала Беллотайте. Между тем, глава МВД Латвии Рихард Козловскис рассказал, что в его стране ведется работа по созданию новых подземных убежищ. По его словам, власти будут стремиться к тому, чтобы около 5000 подземных сооружений к ноябрю были готовы к использованию в качестве убежищ. В свою очередь, в МВД Эстонии напомнили, что в начале года власти утвердили четырехлетний и десятилетний планы действий в области гражданской защиты, готовые при необходимости информировать население с помощью СМС-сообщений и по другим каналам. В июне Сим Литвы одобрил призыв юношей на военную службу, сразу после окончания школы. Новые правила вступят в силу в 26-м году. Граждане Литвы по исполнении 17 лет должны будут пройти медкомиссию и в 18 лет отправиться на 9-месячную срочную службу.